приветствую вас всех у меня в болоте или на болоте потихоньку в германии начался сезон спаржи раньше четверть века назад когда я еще учился сезон начинался 27 марта сейчас же википедия и прочие источники говорят что сезон спаржи стал зависеть от погодных условий возможно это так но одно общее мнение у них все-таки имеется 24 июня сезон спаржи считается закрытым самая лучшая спаржа скажу вам по секрету растет именно в германии вот сейчас вы скажете каждая лягушка хвалит свое болото но я поэтому он сказал добро пожаловать ко мне в болото но если учесть что лягушка родилась и выросла в казахстане где слова спаржа я только сдал на слуху я никогда не видел ее и не знал что это такое вообще из чем ее едят но теперь то я знаю и сегодня я вам покажу ту малую часть что из нее можно приготовить при обработке видео я заметил что я довольно часто вместо спаржи произношу смешное слово шпаргий просто мой мозг еще не успевает переключаться так как по-немецки спаржа это шпаргий вы уж меня извините так что если буду произносить имейте ввиду что имелось ввиду спаржа поехали спаржу которую я буду готовить сегодня это белая и зеленая знаете за что я люблю зеленую что после нее всегда остаются вот такие прекрасные резинки которыми я пользуюсь в течение года для всего возможного пакета запечатывать и так далее и тому подобное очень удобно на что следует обратить внимание при выборе спаржи чтобы головки были целые не подгнившие не подмятые толщина ну толщина слишком тонкую спаржу брать не стоит потому что при чистке потеря овоща составит 30 процентов примерно поэтому обратите на это внимание обратите также внимание что шпагель должен быть свежим вы слышите это звук это характерный звук свежего хорошего шпаргеля белый шпаргель он растет в земле то есть он находится под землей и его при помощи такой специальной трубки подковыривают из снизу подрезают и вытаскивают зеленый шпаргель это уже тот шпаргель который появился на поверхности земли и вырос ну давайте для начала очистим шпаргель шпаргель можно чистить несколькими способами я покажу парочку из них значит это уже как учат в школе поваров шпаргель берется у основания головы и укладывается на руку и вот таким вот методом поворачивая чистится для начинающих такой или для тех кто еще шпаргель своей жизни не чистил этот метод неудобен и неудобен он конечно тоже для тех людей у которых может пойти аллергия конечно можно подложить полотенце но это уже будет просто неудобно для тех кто шпаргель никогда своей жизни не чистил я рекомендую вот такой простой способ просто уложить шпаргель на стол и овощи чисткой спокойненько поворачивая без особых давлений на овощ иначе он просто сломается спокойно очищаем проверить шпаргель хорошо ли он очистился можно вот такими вот движениями круговыми зажать двумя пальцами и просто прокрутить и вы почувствуете если вы не почувствуете ничего такого что тормозит движение то значит все в порядке если почувствовали то вот у меня допустим есть такое место которое я не прочистил спокойненько его срезаете все шпаргель готов если вы не хотите шпаргель готовить вот именно сейчас то вы в принципе его можете заранее подготовить но затем хранить его нужно будет следующим образом обязательно чистое полотенце обязательно чтобы она была чистая без посторонних запахов полотенце смачиваем хорошо смачиваем холодной водой укладываем почищенный шпаргель и закрываем его все такой шпаргель у вас но стабильно простоит два дня кожуру от шпаргеля мы ни в коем случае не выбрасываем мы и собираем да у меня конечно своя методика чистки шпаргеля я чищу так как мне удобно что хочу сказать по овощечистки для именно шпаргеля или моркови конечно вот такая овощечистка более удобная чем такая вот так чтобы вы знали то есть я могу спокойно почистить и это овощечисткой для меня проблем это не составляет ну вообще скажу что если мне нужно очень быстро почистить точнее быстрее вот этой овощечисткой я почищу спаржу быстрее ну вот как-то так вот виде казалось бы сама спаржа довольно толстая но после того как я ее очистил она стала прекрасная для готовки у очищенной спаржи подсохшие хвостики я обрезаю буквально чуть-чуть все и теперь всю спаржу которая у меня имеется я подгоняю под один стандарт чтоб она у меня была вся одинаковая вот эту часть спаржи я убираю в сторону я из нее в дальнейшем приготовлю суп но это уже будет в другом видео готовую спаржу я пока убираю в холодильник перед тем как мы начнем варить бульон из очистков их нужно тщательно промыть потому что все таки спаржа растет земле и песка на ней хватает промытую кожуру отправляю в кастрюлю и сразу заливаю кипяченой водой 2 литра я отправляю на плиту и буду варить их примерно пять минут не нужно варить очистки от спаржи очень долго иначе бульон с которого я в последующем буду вариться будет у вас горчить ну а теперь переходим к приготовлению зеленой спаржи как я с ней работаю очень просто я беру вот вот таким движением то есть спаржа она сама ломается там где она уже становится мягкой вот эти все части я их выброшу в мусорку а вот вот эта часть это то что нам нужно значит если вы будете возможно есть в ресторане спаржу то вот эти вот листочки их убирают но вы их можете оставить если вы готовить для себя дома этого не обязательно делать еще мне написали в комментарии что кто-то удаляет головки ни в коем случае что они якобы ядовиты это самая вкусная вещь в самом шпаргеле что еще делают и чего не делают значит шпаргель как таковой зеленый его не чистят то есть он может подаваться от именно в таком виде но лично я люблю немножко немножко вот буквально 5-6 сантиметров шпаргель все он у меня готов вот в таком виде я его буду есть после того как приготовлю и очищенный шпаргель я весь обрезал чтобы он не был одинаковый вода эти остатки пожалуйста их не выбрасывайте ни в коем случае если вы дома готовите для себя вы можете взять буквально несколько штук и нарезать вот на такие небольшие части и приготовить рагу то есть подавать его как рагу вы можете как отдельно подавать зеленый вы можете перемешать с белым ну мало ли у вас где-то сломается при чистке поэтому такие вещи ни в коем случае не выбрасывать дома можно делать все кожура у меня покипела буквально пять минут и пять минут я и дал настояться теперь если возможно ли у меня в бульоне все-таки присутствует немного песка то я делаю следующим образом бумажную салфетку в сито и процежу все это через сито мелкий песочек у меня задержится если как таковой присутствует бульон я пока не солил но начинаем отваривать спаржу сначала я буду варить зеленым ее я буду варить в обычной воде посолите воду так чтобы она была слегка пересолена кроме соли я в эту воду добавлять больше ничего не буду потому что зеленая спаржа она не горчит кислоту ни в коем случае иначе ваш зеленый цвет станет бурым если уж очень хотите можете добавить кусочек масла но я этого делать не буду ну потому что шпаргель я буду делать с голландским соусом а там масло больше чем достаточно пока спаржа варится а это может занять примерно может быть пять шесть минут при зеленой в это время я наберу в чашку холодной воды и добавлю немного льда пока зеленая спаржа варится я подготовлю одну морковку позже вы узнаете для чего к сожалению у меня нет такой с хвостиком но тем не менее ничего страшного я просто хочу вам показать что можно из этого всего сделать ну вот придал моркови немного формы и отправляю тоже шпаргель пускай варится также я куплю лук-порей я хочу вам просто показать что можно сделать при подаче спаржи мне много не надо мне нужна буквально одна полоска вот такого плана ну и шириной примерно сантиметр этого будет достаточно и отправлю также в кипящую воду буквально на минуточку вот у меня лук-порей готовится вместе с морковью варю для того чтобы порей стал съедобным чтобы его можно было также съесть так проверю морковь морковь готова и отправляю также в холодную воду лук-порей готов так белую спаржу я буду отварить в том бульоне в котором готовил кожуру бульон из-под зеленой я вылил его уже использовать никуда не будем значит в этот бульон я добавляю сок лимона от одного лимона одну столовую ложку соли как я уже говорил бульон должен быть немного пересолен даже можно добавить еще немного еще четвертиночку и добавлю одну столовую ложку сахара я описание обязательно укажу конкретно в граммах сколько соли и сахара специально взвешу для вас чтобы знали даже можно добавить еще одну столовую ложку сахара и теперь мы совместили все что нам нужно соль сахар и кислоту драй магиши с зойры зюси сальц соль кислота сахар бульон закипел я начинаю отваривать спаржу кастрюля у меня широкая чтобы паржа поместилась целиком и вот с этого момента спаржа будет готовиться примерно 10-12 минут кто-то возможно любит спаржу которая не аль денте а немного мягче тот может готовить и 15 минут я начну проверять свою от 10 минут как вы заметили я сюда бросил же и вот эти вот обрезки вот чтобы мне не отрезать хвостики и пробовать готова спаржа или нет я буду ориентироваться на эти кусочки кто-то в такой бульон добавляет масло я этого делать не буду я вам покажу почему я этого делать не буду немного позже вы если хотите можете добавить грамм 20 а в это время я подготовлю чашку с холодной водой и лед если у вас нету льда ничего страшного можно ограничиться только холодной водой ну вот бульон закипел крышку я открою и продолжим варку спаржи без крышки и вот как я уже говорил мой шпаргель тот который люблю именно я он приготовился и готовился он ровно 12 минут здесь вам ни один повар не скажет точно сколько готовится паргель по времени потому что одна штанга толще 1 тоньше начинаем проверять с более тонких спарж я все время заговаривать для меня в по-немецки спаржа называется шпаргель и поэтому я постоянно наверно забываюсь не обращайте на это внимание короче тоненькую спаржу начинаем проверять на готовность от 10 минут толстую от 12 и даю и полностью остыть бульон выключаю процеживаю через сито в этот раз просто через сито мне нужно только избавиться от лимонных косточек а с этого прекрасного бульона я приготовлю спаржевый суп ну что движемся дальше вы помните когда я вам говорил что почему я не добавляю при приготовлении спаржи сливочного масла если я планирую мою спаржу подать красиво то есть чтобы она у меня была завязана скажем вот в этот лук порей вот именно таким образом то если бы у меня присутствовал на поверхности масла она бы скользила у меня и представьте себе я делаю на 100 человек такие порции это свистопляска на целый день поэтому чтобы этого избежать я масло не добавляю это мало ли если вы захотите там не знаю сколько там будет гостей это просто удобно и практично и еще маленький трюк конструкция у нас принципе стабильная она легко берется палеткой и если у вас много гостей время подачи вас значительно сокращается а чтобы этот пучок был еще более прочным засовываем вот сюда морковь тем самым мы натягиваем наш лук все у нас и прекрасный вид и стабильная конструкция как разогревать допустим вас придут гости неизвестно когда если у вас гостей немного добавьте буквально немного горячего даже не горячую пускай даже холодного бульона в котором вы отваривали спаржу накройте пищевой пленкой и в микроволновой печи подогрейте или же так как есть в том бульоне в котором вы отваривали который горячий у вас еще само собой разумеется опускаете туда и подогреваете все готово но я полагаю я ничего не забыл при приготовлении шпаргеля в принципе основные моменты я озвучил но это же конечно еще не все у меня обед и поэтому у меня будет полноценным видео немножко затянется но тем не менее кому это интересно может остаться дальше кому нет может просто-напросто выключить да и самое основное шпаргель без голландского соуса это не шпаргель без голландского соуса как его приготовить вы найдете по ссылке сверху или под видео для тех кто уже достаточно получил информации с ними я прощаюсь а все остальные смотрим дальше сегодня на обед у меня спаржа с молодым картофелем и ирландским румпстейком для супруги молодой картофель и куриная грудка но она просто так хочет ну и само собой разумеется для королевы овощей спаржи обязательно голландский соус картофель я для начала полностью хорошо промою избавлю его от песка и земли молодой картофель я его не буду чистить овощерезкой я его буду скоблить делается это очень просто ну а тот кто не хочет заморачиваться может взять и почистить я никого не осужу за это потому что я не из полиции под надзором правильной чистки молодого картофеля ну вот как то так красота и так весь последующий картофель так но мясо и курочку я уже достал из холодильника буквально за час до того как я их буду обжаривать теперь я их присаливаю и дам постоять буквально еще 15 минут я понимаю что кто-то не любит целить мясо заранее но я этих людей не поддерживаю и скажу почему но это личное мое мнение мясо должно просолиться то есть он должна попасть внутрь если вы мясо не соленое бросили на горячую сковороду вы сразу же запечатали все его клеточки не поры мясо нет пор поры есть у кожи у мяса клеточки то есть все клеточки вы запечатали а потом когда мясо уже готово вы его пытаетесь просолить ну и как же через через хрустящую корочку проникнет соль она проникнет насколько ему тому времени нужно будет это будет длиться до ишачьей пасхи зачем делать такие себе сложности посолил мясо перед жаркой слегка прошелся бумажным полотенцем все она готова перчить я не буду потому что буду обжаривать на сильной температуре и мне не нужно чтобы перец у меня горел поперчить я могу после но я следующим шагом подготавливаю картофель очищен картофель я сразу солю и заливаю кипятком варить такой картофель будет у меня примерно минут 15 спаржу я буду разогревать в том бульоне в которой я ее отваривал мне его просто достаточно вот мясо дало буквально немного влаги совсем чуть-чуть я его обсушиваю салфеткой и отправляю жарится сковорода раскалена добавляю немного оливкового масла и обжариваю на сильном огне с двух сторон и с другой стороны но обжарила я буквально минутки полторы и больше и отправляю мясо отдыхать пока обжариваю курицу все то же самое обжарил и отправляю в духовку так но здесь я особо ничего придумывать нового не буду я воспользуюсь термометром и приготовлю мою куриную грудку при температуре внутренней температуре 65 градусов возможно вашем регионе где вы живете вам температуру нужно будет увеличить так и я не могу это сказать потому что я не знаю какого качества вас мясо мне 65 градусов внутренней температуры будет достаточно но время пошло духовка вверх-вниз температура 120 градусов стеки а пока не отправляю потому что я знаю сколько по времени мне в моей духовке для него понадобится я нарежу немного петрушки для картофеля который уже тоже вот-вот приготовиться так ну свой стык вот сейчас я его могу поперчить возможно кому-то интересно как работает такой термометр значит смотрите он работает на расстоянии достаточно мне вот этот прибор иметь у себя в кармане я могу пойти спокойно в зал или еще куда-либо эта часть подсоединена куриной грудки эта часть значит здесь показывает вы видите курочка нарисована но температура вот это справа она меня не устраивает 79 это для меня слишком много с учетом того что этот прибор он врет на 4 градуса как я это установил очень просто я просто взял вилку которая сейчас находится в куриной грудки и крепко жал руками и хорошо еще подышал и он мне показал реальную температуру сколько в моем теле но я знаю что у меня по-любому чуть больше 36 он не только показывает 33 поэтому отсюда вывод немного врет но это ничего страшного значит смотрите правой стороны это та температура до которой он может дойти но она меня не интересует меня интересует вот эта температура которая постоянно повышается на данный момент 46 градусов внутренней температуры моей куриной грудки эти температуры поднялась 47 так что в принципе очень удобная вещь потому что вот эти кто там показывает зажал так зажал так все это хрень собачья вот честно вам говорю техника настолько продвинулась вперед что я работаю в данном случае с мясом по технике я ей доверяю но проверяю вот сам ответственный момент у меня отключилась камера значит еще раз волокна курицы идут у меня вот так в этом положении я курицу разворачиваю и нарезаю против волокон я уже порезал как я уже говорил камера отключилась самый неподходящий момент значит смотрите вот так вот выглядит курица внутренней стороны 65 градусов она прекрасно пропеклась я еще раз вернусь к волокнам то есть структуре мяса именно этой грудки обратите внимание я думаю камера покажет волокна у нас идут вот так если мы будем грудку куриную готовую резать именно по волокнам то это мясо при седании будет немного жестче нежели мы грудку будем резать по волокнам то есть как бы их перерезая но не как бы а именно перерезая в этом случае мясо будет намного лучше это тоже самое как пить пиво из кружки с толстым стеклом и пить пиво из стаканчиков с тонким стеклом с тонким стеклом пиво будет вкуснее это не мной придумано это так и есть но любители пива знают добавляю шпаргель это для супруги она пожелала вот именно так молодой картофель ну и виновник торжества голландский соус я в него добавил еще немного горячего бульона вот этого в котором я разогревал спаржу все пошел радовать жену но что то у меня сегодня запись у сплошные проблемы камера еще раз отключилась я начну заново значит для себя я приготовил рум стек который я покрыл соусом чимичури ссылку я на него оставлю вы если хотите можете приготовить но это необязательно можно так также добавить деми глаз если есть желание если он у вас есть можно тоже вполне будет очень хорошо немного картофеля спаржа с голландским соусом это будет мой обед жаль конечно что подача не получилось не записалась но тем не менее результат вы видите если вам это видео понравилось пишите мне ваши комментарии ставьте лайки я их вижу другие их нет а я на этом с вами прощаюсь и до новых видео